МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Агоры. Я ее ведущий Михаил Швыдкой. Сегодня, 26 мая, начинается перегрестный год России-Японии. Он открывается в церемонии в Большом театре. И естественно, что во время такого рода годов все надеются не только на сближение бизнеса или политических деятелей, но и на сближение культур. В принципе, возможно ли это? Возможно ли, чтобы одна культура повлияла на другую? Может ли в течение даже длительного периода одна из культур оказаться доминирующей по отношению к другой? Вот об этом мы постараемся сегодня порассуждать в нашей программе. Ну, вы слышали такое предуведомление мое. Сегодня действительно открывается год России-Японии, Японии в России. Японцы привезли такую большую программу японскую и традиционное воинское искусство, и современные барабанщики. Мы откроемся 12 июня в Японии большим концертом национального филармонического, национального оркестра симфонического под руководством Плетнева. И начнутся годы, которые будут связаны, повторю, с экономикой, с политикой, с гражданским обществом, с наукой, с образованием, ну, естественно, и с культурой. Надо сказать, что взаимодействие культуры вообще не новая история, и не надо думать, что она началась в эпоху глобализации. Вернее, как мне представляется, эпоха глобализации началась не в 20 веке, не в 21. Если посмотреть на то, что происходило, скажем, в эпоху Римской империи, то мы поймем, что это была тоже своего рода глобализация, или в эпоху, скажем, европейского средневековья. Культуры все время взаимодействуют друг с другом, и в этом смысле, скажем, русская культура не исключение, потому что мы испытывали большое влияние европейское в свое время. Посмотрите на церковь во Владимире XII века, или на московский Кремль, или на Санкт-Петербург. А с другой стороны, мы испытывали влияние Востока, большие тюркоязычные влияния. Я помню, какой скандал в свое время разразился, когда Алжас Сулейменов выпустил свою знаменитую книгу «Ас и я», в которой он написывал, что на русский язык, вообще на русскую культуру, на русское сознание повлияла очень тюркоязычная культура, культура степи, и на культуру леса, как он писал, разразился дикий скандал, в котором принимали все, включая Академика Лихачева, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы вообще не любим, когда про нас говорят, что на нас что-то способно влиять. Мы вот такие самые, самые-самые, мы выжили как бы в каком-то особом пространстве, но вопрос у меня по этому первый самый простой. Вообще, может ли культура быть изолированной и развиваться изолированной? Насколько это вообще реально, если мы говорим о больших культурах, не о каких-то сверхлокальных культурах, там, аборигенов в Австралии, а о больших европейских культурах, азиатских культурах, насколько это возможно вообще? Кто? Алексей Александрович. Ну, Алексей Маслов, он руководитель, он директор Института восточных исследовательной высшей школы экономики, ему сам Бог велел на этот вопрос отвечать первому. Я вообще думаю, что ни одна культура вообще в мире, которая существовала когда-то, она не была чистой, не была изолированной, никогда. Да. Вопрос в другом. Культуры очень часто, например, китайская или русская, все, что принимают в себя, говорят, это наше изначально. С Китаем, вот, который я изучаю, там довольно забавно. Есть целый ряд танцев, китайских танцев сегодня, которые в реальности арабские танцы пришли в Китай, но китайцы говорят, нет, это наше. Я хочу сразу сказать, что я никакой ответственности не несу, и перед китайским послом Лихуэем отвечать за это не буду. Несу я, я с ним договорюсь в этом плане. Точно так же, как и очень многие вещи, которые включаются под названием китайская культура, японская культа, русская культура, по сути дела, это всегда привнесение. И в этом плане мир, вот, когда мы говорим о глобализации, он развивался только путем глобализации, не глобализации никогда не было. И обмены – это нормальная вещь. Только не надо путать одну вещь, которую мы сегодня часто путаем. Политические, там, годы культуры, годы образования – это, по сути дела, политические акции, которые подчеркивают уже свершившийся акт. А вот обмены культурные, они всегда идут вне политики и идут на уровне опознавания своего в чужом. Мне очень важно посмотреть, как в Японии, как в Китае, чтобы понять, что я сам из себя представляю. Вот не случайно, когда я вдруг понимаю, что та культура, которая находится напротив меня, слишком сильно влияет на меня, китайская или японская, или западная, начинается внутренний национализм, я пытаюсь сам защититься. Вот когда культура вырастает до того, что у неё начинаются дефенсивные защитные реакции, вот это самое опасное состояние культуры. Тогда диалог прекращается. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, вот я хочу к Анне обратиться, выдающаяся переводчица, это правда, потому что она переводила всех от Гоголя до Мамлеева и до Сорокина, и не применула перевести ещё Красное колесо Солженицына. Ну, я сейчас не буду говорить всем, вспоминать, пускай посмотрят про вас в интернете, что вы внучка русского офицера из первого поколения русской эмиграции, и тем не менее, вы занимаетесь вот этим русско-французским, да? И для вас это очень важно. Но ведь Россия испытывала огромное влияние французской культуры, и тем не менее, в какой-то момент это остановилось, и причём французскую культуру внедряла немка Екатерина Вторая, которая переписывалась с Дидро и с Фольтером, что уж совсем такое свидетельство некого такого большого образования. Но где вот русская, по-вашему, где русская культура делает как бы стоп? Вот где она говорит? Вот этого нельзя. Вот где русский язык начинает сопротивляться любому вторжению? Если говорить о литературе, потому что это всё-таки моя область, очень быстро. Возьму вот Гоголя, например. Гоголь под влиянием французской, и не только французской, европейских литератур, и ещё, я бы сказала, древних литератур, древнегреческой, римской. Всё это, все эти культуры, литературы, писатели, первые писатели русские, вот двадцатого, девятнадцатого века, простите, они всё это знали прекрасно. Ну, например, в поэме «Мёртвые души» что делает Гоголь? Иногда он начинает вот такой длинный-длинный период, как будто он хочет показать, вот видите, как мы освоили, как я освоил древнегреческий стиль, скажем. И вдруг просто обрывается фраза, и уже это ничего общего не имеет вот с высоким классическим или древним стилем, и это уже русская литература. И русская. А что значит, вот объясните мне одну вещь. Это ведь не бывает по каким-то только внутренне писательским причинам. Вот, ну, если вспомним «Войну и мир», да, общество русское изъясняется на французском языке, потом по политическим причинам. Говорит «стоп», и там, скажем, двадцатые, тридцатые годы девятнадцатого века проходит под знаком огромного влияния немецкой литературы. Вот почему влияет настолько сильно политика на такую внутреннюю жизнь культуры? Насколько культура сама регулирует себя? Или всё-таки, ну, сейчас мы говорим, ну, вот англоязычие, вот замучили, вот всё разрушится, русский язык рухнет, потому что англоязычие, англоязычие. Ну, англоязычие как бы условные англоязычие, потому что к языку Диккенса это вообще не имеет никакого отношения, тем более к языку Джойса. Это такой, ну, некий глобальный английский язык, такой универсальный американо-английский. Насколько это вообще опасно? Вот насколько вы как поэт чувствуете, что вот эта среда другая, фонетическая, на вас влияет? Олеся, поздравить, она получила ещё одну премию. Да нет, я давно, давно их получала. Вы их получали много, но патриарху это недавно. Вы знаете, я вот хотела бы сказать, что, ну, ещё Достоевский писал о русской всемирной всеотзывчивости. А замечательный русский богослов и философ, мыслитель Георгий Флоровский отмечал эту способность русской ментальности как роковую и двусмысленную. То есть, конечно, русский ум, сердце, душа очень восприимчивы ко всему чужому и очень, между прочим, вопреки Пушкинскому утверждению, весьма любопытны. Но посмотрите, что делается. Действительно, это двусмысленность. Во-первых, вообще язык, откуда вообще взялся, вот приехали Кирилл и Мефодий, и они фактически сконструировали на основе разрозненных каких-то славянских диалектов, взяв древнегреческую грамматику и синтаксис, они сконструировали церковнославянский язык. Язык тончайший, который вроде бы был создан искусственно, а тем не менее он совершенно органично вошёл в русскую жизнь. Это, значит, такой положительный, что ли, пример. С другой стороны, посмотрите, как на русской почве были восприняты идеи, скажем, марксизма. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Он ходил, ходил по Европе. В общем, никакого особого урона он ей не причинил. Но как только он оказался в России, какая страшная пошла мясорубка. С каким восторгом было воспринято вот это учение, теория Маркса, вообще экономическая теория. Но она была поставлена во главу угла, воспринята как некая новая мессианская идея, как новая антология. Олег, но это же не лингвистический как будто... Нет, но это не лингвистический. Это не лингвистическая материализация духов. Это что-то другое, наверное. Нет, но я... Вы знаете, что я... Мне кажется, что, конечно, очень многие элементы инокультурные вбирала русская культура, но она их как-то перемалывала и интерпретировала по-своему. На самом деле это очень интересно даже вот посмотреть в контексте теории заимствований, как архетипические сюжеты, как они преломляются на русской почве. Потому что это очень много скажет о русском характере. Или вот, например, вот с запада, то есть, ну вот, например, как формировалась русская церковь? Она же фактически... Это была Византия, перенесенная на русскую почву. И поначалу, после крещения Руси, очень много появилось греков. Они имели очень большое влияние. Но потом это вот как-то было адаптировано, да? Это с одной стороны. С другой стороны, ведь все секты и ереси, они тоже пришли с запада. И были тоже, получили абсолютно национальную окраску. Например, там ересь альбегойцев, которая пришла из Западной Европы, она превратилась вот в хлыстовство, в скобчество. И это совершенно наши как бы национальные вещи получились. Ну, это вопрос, который... Вот это очень интересная вещь. То есть это способность национального характера перемалывать и по-своему перестраивать вот эти вот чужие какие-то вещи. Брать их и делать их... Вот вы правильно сказали, делать их своими. А вот мне было бы интересно, если бы вы мне позволили, это особенно интересно проследить. Вот такой вот, по-моему, это вообще был бы хрестоматийный пример. Как препарируются сюжеты басен Эзопа через Ла Фонтена и потом, как они появляются у Крылова. И вот тут мы видим совершенно поразительное, совершенно преображение. Потому что если у Эзопа всё это написано прозой, это всё очень лапидарно, и только, фактически, только мораль какая-то в этих баснях. Потом Ла Фонтен. Это уже картинка. Это уже... Там уже появляются какие-то герои. Там, предположим, лиса, ворона и лисица. Там уже братец-лис появляется, братец-ворон. И потом, значит, как это всё происходит на русской почве. Вот очень интересно, стрекоза и муравей, например. Стрекоза и муравей. Вот я уже сказала, что у Эзопа только моралите. Дальше картинка у Ла Фонтена. Она отличается от крыловской картинки. Потому что там, значит, сигаль. То есть там не стрекоза, а там цикада или там кузнечик. Вот он так скачет, прискакивает голодный к муравью. Муравьиха по-французски будет, потому что она женского рода. Вот. И просит одолжить. Там глагол «прете» стоит. Одолжить. Одолжить. И говорит, к лету я верну вам и проценты, и всю сумму. То есть он берёт в долг. Но муравьиха не даёт в долг. И там сказано, что это не худший из её недостатков. И отпускает этого. А как это потом попадает Крылову? И там совершенно другие интонации. Там появляется вот та самая душевность или поэтичность, которую тоже Георгий Флоровский считал, что это тоже двусмысленная и опасная черта для русских. Потому что они, вот эта душевность, она мешает какой-то строгой аскезе духа. Мешает извлечению процентов, скажем так. И у него там, наоборот, этот самый, это стрекоза уже, она просит, не оставь меня кум милой, дай ты мне собраться с силой. Я советую нашим телезрителям просто вернуться к башне Крылова. Посмотрите, там голубчик, да? А он её кумой называет. То есть это добрососедские отношения, которые, конечно, просто, что вот он должен её просто прокормить. И последнее только скажу. Я знаю, что очень долго говорю, но последнюю точечку поставлю. А на самом деле восприятие русских школьников, вот я была, когда школьница, мы учили эту басню. Потом я прочитала недавно сочинение мальчика, который пишет об этой басне. Обещала точку. Сейчас точку поставлю. Так он жалеет эту несчастную стрекозу. И говорит, это её призвание, это красота, это изящество мира. А этот куркуль, этот муравей куркуль, он сел, не даёт ничего. К сожалению, в этом мире всё меняется. В этом мире всё меняется. У меня вопрос к Михаилу, если возможно. Мы сейчас говорим о таких далёких сопоставлениях, далёких параллелях или взаимосвязях, да? А вот современный, поскольку вы человек, который живёте в Лондоне или наезжаете в Лондон, в Нью-Йорке живёте, пишете по-русски, русский язык вообще в контексте сегодняшнего англоязычия. Насколько он, с вашей точки зрения, прочное место занимает? Ну, в первую очередь, давайте отвечу на сам вопрос. Чрезвычайно прочное, ничего с ним не станет. Всё с ним хорошо. Насколько я понимаю, это второй язык, второй из всех языков по использованию в интернете сейчас. То есть русскоязычный интернет второй по размеру во всём мире. Это, на самом деле, огромное достижение как раз российского логоцентризма, а кроме того, вообще и вовлечённости современного русского общества в современный мир. Так что всё с ним хорошо. А по поводу общей картины, послушайте, ну, мне кажется, что мы все живём в довольно мелко нашинкованном таком салате из языков, культур, влияния. Это прекрасно. Это передача, на которой мы сейчас находимся, называется полное её название «Ток-шоу Агора». Написано кириллицей английское название жанра и греческое слово. Да, так и надо. Это, мне кажется, прекрасно. Но вы не чувствуете, вы же пишете всё-таки для российского телевидения, для российского кинематографа, вот всё-таки взгляд человека извне и человека изнутри. Это разные взгляды или нет? Знаете, я сам с этим борюсь всё время в себе. Потому что мне самому трудно иногда бывает определить собственную точку зрения. Потому что я, в принципе, я рижанин, я из Латвии, я вырос в США, я прожил некоторое время в Москве, сейчас действительно живу в Западной Европе, в Берлине, на самом деле. Но мне это позволяет глядеть немножко со стороны, в общем, на все места действия моих книг, сценариев и так далее. То есть, с одной стороны, в этом есть, конечно, плюсы. С другой стороны, да, возможно, у меня какие-то сокровинные, какие-то самые щемящие моменты, которые у меня должны возникать, какой-то, возможно, уровень эмоций, который может возникнуть только при абсолютном врастании в почву, как в это место, возможно, он мне недоступен. То есть, вам не хватает душевности дедушки Крылова иногда, о котором говорил Олеся? Кстати, вот эта басня, она меня всегда поражала, потому что мне наказалось, вот мораль, и вот эта, так поди-ка по пляши, мне казалось фантастически антихристианской. Да, да. У меня вопрос более такой простой, может быть. Насколько вообще политические интересы... Ну, вот когда люди говорят, сегодня же мир такой, с одной стороны, глобальные тенденции, да, очень важные, с другой тенденции изоляционистки, а иногда люди говорят, мы хотим быть идентичными, и поэтому уходите от нас, вы нам не нужны. Насколько вообще это сегодня в мире практикуется? Ну, мне кажется, что политикам лет сто назад, или даже пятьдесят лет назад было гораздо проще. То есть, они говорили «стоп», и они обращались к мастерам культуры, они обращались к обществу, общество, как правило, поддерживало идею остановиться. И это происходило потому, что культурный код раньше закладывался, ну, практически генетически. То есть, он закладывался семьей, воспитанием, тем, какие сказки мы читали, какие первые книги стояли у нас в шкафу, школа, образование. Мы смотрели примерно одни и те же фильмы, и я бы сказал бы, что культура формировалась по принципу такого комплексного обеда. То есть, хочешь не хочешь, но вот тебе обед, ты его должен съесть, другого не будет. А сейчас мы видим ситуацию шведского стола. И школьник, и даже еще дошкольник, выйдя в интернет, он может читать российские сказки, может смотреть американские мультики, может обратить внимание на японскую мультипликацию. И вот этой детерминированности почти не остается. Поэтому мы видим удивительные вещи. Человек может быть поклонником, ну, я не знаю, одновременно, скажем, японской кухни и американского джаза. И культура становится... И русской водки. И русской водки, безусловно. Культура становится огромным рынком, причем рынком не в материальном смысле этого слова, а в формировании идентичности человека. Мне кажется, здесь есть плюсы, здесь есть и минусы. Но политикам гораздо труднее. Они могут декларировать там идентичность, они могут декларировать какую-то культурную самобытность, а ты пойди эту самобытность, навежи современному тинейджеру. Я не уверен, что это легко получится. Ну, смотрите, вот я имею в виду Маргарите Русецкой, это директор... Я не представил Андрея, который представляет Российский совет по международным делам, а Маргарита Русецкая, президент, ректор. Либо президента, либо еще что-то большее. Президент у нас Виталий Григорьевич Костомашев. Ректор института имени Пушкина. И в связи с этим у меня вот какой вопрос. Ну вот, хорошо, вы говорите, что теперь политикам труднее. Но тем не менее, мы говорим, мы не хотим смотреть диснеевскую мультипликацию, мы не хотим смотреть там какую-то еще японскую мультипликацию, мы хотим свою мультипликацию. Но на самом деле, все равно, эту свою мультипликацию делаем по, ну, извините меня, по матрицам, которыми сделан Дисней, которыми сделаны японская мема и так далее. Вот с языком, что происходит? Вы знаете, спасибо за этот вопрос. Он позволяет мне, я и хотела, Андрею, не то что возразить, а немножко уточнить. Ведь все же комплексный обед или шведский стол это ситуация добровольности. Ты не хочешь, можешь там не есть, в конце концов, если тебе не нравится это предложение. Сегодняшняя же медиасреда – это ситуация насильного кормления. Хочешь или не хочешь, но мы сегодня с утра до вечера подвергаемся воздействию вот тех самых мультимедийных фрагментов, которые зачастую далеко не на русском языке, на чистом, правильном, литературном, красивом. И, конечно, они изобилуют фрагментами зарубежных, разных иностранных культур. Поэтому это насильное кормление, даже если так можно сказать. Потому что эти фрагменты несутся с экранов радио, телевидения, интернет, билборды, уж извините, вот эти рекламные щиты на улицах. Поэтому хочешь, не хочешь, все равно дети воспринимают именно то, что они вокруг себя видят. И там очень мало от правильного русского языка и от правильных классических его форм употребления. Поэтому я с вами согласна. Конечно, задача повышения ответственности всех тех, кто создает эту медиасреду, сегодня максимально актуальна для нашей страны. Ну, посмотрите, все дети обожают сегодня Машу и Медведь, например. Но если мы понимаем, что ребенок формирует свою речь по образцу мультипликационных героев, а в этих мультфильмах практически отсутствует речь, примеры коммуникации на русском языке практически их нет. Это яркие междометия, эмоциональные, ну, вот как Том и Джерри, так примерно Маша и Медведь. Вау, оу, отдельные реплики, да, там отдельные слова есть. Но на этом мультфильме, ну, к сожалению, каким бы он хорошим ни был, я знаю, что этот мультфильм обожают во всем мире. И он продвигает российскую мультипликацию. Это хорошо в целом для России. Но если говорить о сохранении языка и воспитании красивой речи, правильной речи у ребенка, ну, на этом мультфильме этого никак не сделать. Это будет совершенно понятно. Ну, хорошо, а что делать тогда? Ну, что делать? Все равно я согласна с Алексеем. Безусловно, сегодня нет чистых культур. И если говорить о языке, то языков нет. Еще Иван Александрович Буден-де-Крутоне говорил о том, что смешение – это основа любого языка. Смешение начинается жизнь. Поэтому, безусловно, в каждом языке есть элементы других языков, других слов, даже словосочетаний, звучание, фонетика зарубежная проникает иногда и так далее. Но я вот хочу продолжить вашу мысль, или, вернее, ваш вопрос, попытаться на него ответить. Где тот дистоп, когда уже культура начинает сопротивляться? Ведь вот посмотрите, мы с вами не видим ни в одной сфере жизни такого сопротивления с заимствованием, как в языке. Мы носим иностранную одежду, спокойно. Мы пользуемся транспортом, автомобили у нас всех иностранные. Мы едим кухню. Но все есть лада. Это не рекламная пауза, а просто... Мы едим кухню с удовольствием. Мы японскую, китайскую, правда. Но музыка любая, кино, театр, мы это все обожаем, все принимаем. И почему-то только лингвисты, филологи в языке сегодня кричат о том, что в русском языке засилие иностранных слов, и это ведет к гибели русского языка. Это вообще катастрофическая ситуация. Есть такое, мы все знаем. Наверное, действительно, язык — это явление, которое максимально имеет к сохранению национального кода для любой нации. И, наверное, поэтому такое чувствительное, трепетное отношение к языку и желание сохранить его чистоту. Это действительно, наверное, связано... Ну вот у меня, Кан, вопрос в связи с этим очень простой. Ведь Франция, как известно, предпринимала огромные усилия по защите французского языка. Не случайно ваше Министерство культуры называлось Министерством культуры и франкофонии. И были даже юридические некоторые акты, которые запрещали использовать английские выражения, если есть французский эквивалент. Это помогло? Нет. От этого нам не стало легче. Нет-нет, абсолютно нет. И даже мне кажется, что проблема языка и сохранения французского языка может быть даже больше у нас, чем в России. Мне так кажется, что вы сказали, что интернет русский действительно по-русски, а у нас это по-английски в основном. Понимаете, влияние английского языка, американского языка, американских штампов гораздо больше и серьезнее и опаснее, мне кажется, во Франции, чем здесь. Ну, тем не менее, вот смотрите, все-таки французский язык, язык, который считался таким эталонным языком культуры, в общем, всегда, языком культуры и дипломатии, он достаточно широко распространен во всем мире. Один из языков ООН. Какие механизмы защиты? И вообще возможно ли это? Боюсь, ну я пессимист по природе, но боюсь... Перестаньте, вы переводили таких оптимистических... Боюсь, поздно немножко, поздновато. Поздно, да? Да, надо было вот как-то реагировать раньше. Вот наши писатели, например, современные, во-первых, они мало вот таких блестящих, великих писателей, которые есть, мне кажется... Вот интересно. Сейчас сравним с теми, кого переводят в Россию. Кто, по-вашему, великие французские писатели сегодня? Знаете, их, по-моему, очень мало. Ну, фамилии, знаете, фамилии называйте. Хорошо, скажу. Для меня вот Уэльбек сейчас... Это автор, которого почти все переведено на русский язык. Один из более солидных, действительно. Потому что он не занимается парижскими проблемами, проблемочками только. А наоборот, вот рассуждает, и уже у него просто зрение. Он же написал свой один из последних романов, как раз о том, что исламская культура приходит в Париж, и французская культура отступает перед ней, как любая европейская. Да, и правильно. Это реальность, или это все-таки реальная угроза, или это все-таки метафизика? По-моему, это реальная угроза. Что, а для России тогда? А вообще для России, для Англии, другая, неевропейская культура, которая влияет на сегодняшнюю... Ну, в данном случае, просто в моем лице вы здесь имеете радикального космополита, поэтому я не могу оперировать термином угроза, в данном случае. То есть, на мой взгляд, я, смотрите, как американец, который сейчас живет в Европе, я огромный поклонник европейского проекта. Потому что... Это в отличие от Трампа, скажем так. Ну, конечно, да. Извините. Потому что, понимаете, в отличие от Америки, которая все-таки создавалась англоязычными пилигримами и так далее, здесь какая-то квази-государственность создается именно через языковые границы, через культурные границы. И вот мне очень интересно посмотреть, возможно ли это вообще, сохранить национальную идентичность внутри единой экономической и политической системы. Я очень болею за выживание Евросоюза. И мне как раз кажется, что необходимо ему сейчас пережить вот эту прививку еще и исламской культуры, для того, чтобы стать таким же стабильным, ну, как, по крайней мере, еще до недавнего времени казалось Америка. Ну, смотрите, ведь не случайно, там по разным причинам не пускают Турцию в Евросоюз. Ну, по экономическим прежде всего, там, может быть, отчасти по политическим, но вовсе не по лингвистическим причинам. Я всегда, когда я говорю слово «культура языка», я вспоминаю, естественно, сразу вербитскую. И тут у меня с ударением, я всегда боюсь поставить слово в слове «языковая культура» или «языковая колбаса». Вот это вот, я в Турции начинаю, поэтому я всегда говорю «культура языка». Значит, ну, смотрите, мы же уже прошли эту историю. В Германию приехало очень много турецких рабочих в то время, 50-е годы. Они создали определенный круг такой жизни, свой, и когда первое поколение приезжало из Турции, или второе даже, они хотели быть немцами. И сегодня вы найдете в немецкой, там, в берлинской книге много турецких фамилий, которые, тем не менее, немцы. То есть, там, какой-нибудь Хайнер, а фамилия Давот-Аглы или что-нибудь в этом роде. А вот последующее поколение хотели уже быть турками внутри. И это все-таки создает какие-то напряжения или нет, по-вашему? Ну, конечно, это создает напряжение. Именно это напряжение и есть что-то, что, на мой взгляд, нужно преодолеть, пережить, как-то вобрать в себя и сделать частью фактуры европейской жизни, конечно. То есть, отказаться от идеи вот такой идеализированной, какой-то супер-белой Западной Европы, которой, на самом деле, в принципе, никогда не было, если попутешествовать в Испании, как в Франции. И когда мы говорим, там, скажем, о классической стране Кирилла и Мефодия, да, там, ну, об одной из классических стран Кирилла и Мефодия, о Болгарии, там, или о другой классической стране Кирилла и Мефодия, там, Македонии, то мы прекрасно понимаем, что болгары — это, в общем, совсем не славяне, в каком-то смысле таком этническом, если говорить об их давнем-давнем-давнем происхождении. И тем не менее, вот с вашей точки зрения, это опасность такой универсализации. Ведь в Брюсселе говорят по-английски. В Евросоюзе, где записано, прописано, что эти 27 стран говорят на 27 языках. И все документы, в чем еще одна из проблем Евросоюза, выпускаются на 27 языках. Но ты приезжаешь в Брюссель, и ты говоришь с хорватом, с венгером или с французом по-английски. И это, я прошу прощения, но это так, реально. Насколько вообще возможно это сохранение идентичности, в том числе идентичности языка в этом достаточно агрессивном таком политическом мире? Ну вот, представим себе ситуацию. Сейчас идут активные эксперименты с искусственным интеллектом. В том числе и в области автоматического перевода. Представим себе, что через 50 лет или через 100 лет, а может быть и раньше, перевод станет качественным. Настоящему качественным. Но это нереально. Ну, почему? Ну, почему? Анна лишится работы. Ну, хорошо, давайте, я не говорю о литературном, я не говорю о переводе стихов. Я говорю о языке как о средстве коммуникации. Предположим, что это произойдет. На секундочку, да? Что это будет означать для культуры? Во-первых, у людей не будет стимула изучать иностранные языки. Как сейчас, почти не осталось стимула писать от руки. Зачем писать от руки, когда можно набирать текст на компьютере? Во-вторых, вот те проблемы, о которых вы говорите, они по всей видимости приобретут какой-то совершенно другой вид. Может быть, они исчезнут. И вот тогда у меня вопрос. Что же будет лежать в основе культурного кода человека, если фактор языка будет выведен за скобки? Думаю, что мы столкнемся с совершенно другой цивилизацией и совершенно другими основаниями культурной жизни. Можно я к слову просто скажу? Дело в том, что я езжу практически по всему миру, и везде встречаются какие-то русскоязычные литературные объединения. Причем среди тех людей, которые даже уезжали с ненавистью еще из Советского Союза, но оказавшись за границей, они ничего не писали, когда они жили в Советском Союзе. Но оказавшись в иноязычной среде, они начинают писать стихи. Понимаете? И этих людей миллионы, миллионы. И это настолько поразительно, что ты приедешь в Никарагуа, если там есть три русскоязычных человека, то точно они... Да, у них есть там литобъединение, и они пишут... То есть это является одной из форм национальной самоидентификации. А вот что касается мусульман, которые приезжали первое поколение, то же самое и во Франции, алжирцы. Первое поколение, они приезжали, они хотели быть французами, они действительно учили язык, они становились... Вот. А уже последующие, они не хотят адаптироваться, они хотят жить по своим собственным законам. И это и в Германии так, и в Англии так, и это так и во Франции. Это поразительно. У вас голос чуть в минор ушел, когда вы об этом начали говорить. Понимаете? Но, Олеся, с другой стороны, а давайте по-другому скажем. Олеся, а по-другому давайте скажем. Вы извините, что я вас перебил. Потому что это почва для глубоких межнациональных конфликтов. А вот смотрите, в России живет порядка... Ну, одни говорят, там, 160 народов и так далее. Но в России там больше 50 или около 60 литературных языков. Есть литература на разных языках. В России, давайте так говорить, по самому скромному подсчету, 20% людей исповедует ислам. А 20% говорит из них на тюркских языках. Есть языки монголоидные, связанные с монгольским и так далее. Но мы же живем как-то, мы же друг друга не убиваем. Хотя вопрос языка в сегодняшней России становится предметом очень серьезной политической дискуссии. В том числе, скажем, если мы посмотрим башкирский язык и обращение башкирской общественности, татарской общественности по количеству национального языка в школе. Это серьезная такая проблема. Вот у меня вопрос к вам. Вот здесь сейчас говорят... Такая же проблема, кстати, как в Китае. Есть Синьзяново-Игурский район. Когда мы говорим, ну, в Китае там немного живет тюркоязычных людей. Немного, это 150 миллионов. 10% населения. Ну, чуть-чуть совсем. Да, но там же в отношении как раз этих малочисленных народов, в отношении, так сказать, к Ханьскому, было много послаблений. В том числе послаблений, скажем, связанные с деторождением. Разрешалось иметь больше одного ребенка. Но сейчас, как вы знаете, сейчас вообще рассматривается вопрос Китая, разрешение иметь большее количество детей, чем один. Но вот в связи с этим у меня вопрос такой. Мы все говорим русский интернет и англоязычный интернет, а китайский интернет? Значит, честно говоря, я хочу вас расстроить, китайский интернет на втором месте, а не русский. Не русскоязычный, да. Ну, это вы идово расстроили. Да, да. Что купил за этот продукт? Да, да. Это, ну, к сожалению, такой математический факт здесь несложно понять, потому что миллиард 400 миллионов китайцев, еще где-то 100-150 миллионов за рубежом переписываются на китайском языке. Но вот как раз здесь вопрос, это очень важно. Ну, хорошо, но мы на третьем месте, мы можем быть спокойны. Нет, там статистика другая. Там второе место по количеству материалов, размещенных в интернете на русском языке. А, понятно. Русский язык сильно отстает от английского и почти идет на говногу с немецким. Там буквально одна и та же, там 6,9, кажется, чуть меньше 7% материалов. Это другое, это не количество людей, общающихся, а количество материалов, информационных ресурсов на языке. Леша, прошу. Да, а я думаю, что вообще по-настоящему проблема глубже. Проблема, вот я сейчас пойму, в чем здесь суть вот этого китайского языка и русского языка. Вот сейчас, когда мы говорим о русском языке и вообще о европейских языках, и моментально переносим язык на идентичность, у нас всегда звучит какая-то болезненность. Потому что утрата, загрязнение языка. Блестящее владение языком всегда блестящее владение своим сознанием. А когда, и это зависит от воспитательной функции. А вот когда в язык приходит неологизм, во французский, там из арабского языка, и в Вис-Версайе, и наоборот, смотрите, я сам сбиваюсь уже на... Вот это и есть, по сути дела, нормальный процесс. А вот что у нас в Китае? Когда мы говорим о китайском языке, вот что у нас один? В реальности под китайским языком подразумевается 12 разных языков. И когда шанхайцы приезжают в Пекин, это два разных языка. Они не понимают друг друга. Они не понимают, если не говорить на языке телевидения. Когда пекинцы приезжают в Гонконг, там кантонский язык. Вот получается, что у нас же такого не бывает. Когда я прилетаю в город Владивосток, я точно знаю, что меня поймут на русском языке. Я не покупаю словарь русского Владивостокского языка. Алексей, но есть же мандарин, вот этот самый так называемый. Вот хороший название мандарин. Откуда название мандарин происходит, мало кто знает. Это от испанского, от португальского мандатио, приказывать. Это язык чинойка был. На нем тоже не говорили, на нем писали. Поэтому мы говорим мандарин. Это язык телевидения. Нет, телевидение там тоже, кстати, в каждом регионе свое телевидение. В этом смысле китайское телевидение очень многообразно по языку тоже. Да, но государственное телевидение центральное. Говорит, конечно, на северокитайском языке. Страна, которая вся говорит якобы на китайском языке, в реальности говорит на разных языках. На 12-ти разных языках основных противоречий. Есть ли болезненность в этом переживании? Под утратой на этичности? Да нет. Вот парадокс в том, что только европейское сознание, которому мы к бессловно принадлежим, может создать книгу «Закат Европы» название. Книгу «Закат Китая» никто просто не сможет представить, чтобы китайцы писали «Закат Китая». «Закат Японии» можно написать. Читаем мураками. Секундочку, секундочку, в этот праздничный день. Ну, подожди. Да, да, да. Можно я скажу? Просто, чтобы ответить тому, что вы сказали, в Америке и в России, понимаете, другая история, чем в Европе. То есть, вот, то, что Америка строилась, вот, из, то есть, эмигрантами разными, в разные периоды и разных, вот, происхождений. Вот, Россия была империей, всё-таки, и там были разные языки, разные народы. Европа никогда не была в истории Европейской империи. Были разные, вот, страны со своей культурой. Я ничего не имею против заимствований из арабского языка или из итальянского. Это было во Франции, и это обогащает просто язык и французскую литературу. Но мне кажется, что мечтать о таком европейском континенте, похожем, вот, на Америку, например, это, во-первых, это идеализация какая-то, это мечта нереальная. И, во-вторых, мне кажется, что от этого вот Европа станет беднее. У меня просто один маленький пример. Вот, действительно, все тексты в Брюсселе, они по-английски, все главные. Но меня поражает другое. Это то, что у нас много стран, а в конце концов, какие литературы мы знаем, например, во Франции. Итальянскую немножечко, испанскую меньше, но еще. Ладно. Немецкую, пожалуйста. Английскую тоже. А что касается, например, польскую литературу, польскую культуру, историю, чешскую, болгарскую, румынскую, мы вообще ничего не знаем. Понимаете, это, и мне кажется, что это очень жаль. Понимаете, это меня как раз подводит к какому-то тезису, который я хотел уже некоторое время высказать, что самый лучший способ, конечно же, вот в это непростое время сохранить, не просто сохранить язык, а привлечь к нему внимание, это, конечно же, создавать на нем, простите за английское слово, контент, который будет привлекателен для людей из других стран. И это то, за что стоит побороться. Вот посмотрите, Елена Ферранте начинает писать на смеси итальянского и неаполитанского диалекта, и весь мир, просто десятки миллионов людей узнают, что вообще, что такое неаполитанский диалект. И честно пытаются как бы в нем разобраться, либо, по крайней мере, узнают что-то о жизни бедных районов Неаполя. Примеров таких сотни, и мне кажется, что сейчас вот самый лучший, наверное, из многих неоднозначных эффектов глобализации, что сейчас существует некая меритократия, в принципе, вот в этом плане. То есть из любого языка, из любой языковой среды может возникнуть какой-то мировой хит, который привлечет внимание к этому языку и к этой культуре, в первую очередь. Ну, вы знаете, тут есть одна проблема, о которой я хотел бы спросить. Вот действительно, Алексей, вот скажем, когда я спрашиваю у китайцев, а что такое Моуэй, да? Они говорят, ну, он лауреат Нобелевской премии, но есть лучшие писатели, как мне все время говорят. Это правда? Это правда. Вот это к вопросу как раз того, о чем вы говорите. То есть становится какой-то там, ну, символ литературный, который не всегда является... Там, в России любят бедеры, например, читают, но когда спрашивают французов, они начинают улыбаться. Да-да-да, это часто очень бывает самый экспортный писатель страны, обычно самый нелюбимый дома. Абсолютно правильно. Вот, кстати говоря, и про Мояня, который, в общем, достойный... Мояня, я же как Мояня. Да, ну, очень достойный комиссионный писатель. Он китайцам говорит, вы знаете, так китайцы не пишут. Это экспортный вариант. Джао Инмо, который снимает фильмы, вот он снимает, интересно, в двух вариантах. Для китайской публики и для европейской. Потому что, действительно, вот эти маленькие жемчужники, которые постоянно рождаются не только в Китае, там, и в Японии, в Корее, они же очень малоизвестны. Обратите внимание, мы перебрасываемся именами известных западных европейских писателей, но так, на вскидку, современные китайские писатели мы не зовете. А ведь книжные магазины полным-полны, я имею в виду китайские и европейскими китайскими писателями. Вот это парадокс в том, что, когда мы говорим о культуре, есть предел развития взаимодействия культур, и вот эта линия, этот конец диалога начинается там, когда мы перестаем понимать символы той культуры. Нам неинтересно, я имею в виду большинству, неинтересно читать китайскую литературу, мы не понимаем их символов в современности. Мы не можем смотреть китайские фильмы, там, деленные сериалы, там обсасываются, обыгрываются другие вещи. Я как-то, кстати говоря, мы говорили тут про басню, про басни, я как-то китайцам пытался привести примеры непонимания диалога и рассказывал им вороны и лисица. Мы все-таки возвращаемся, а леща задала правильную интонацию. Это другие символы, потому что вороны символ смерти в Китае. Лунная птица, лисица символ девушки, которая обратилась там в лисицу и высасывает энергию мужчин. Да, это вообще какая-то эротическая сказка, получается. Да, да, да. Вот это и есть конец диалога. А вот можно я просто мне в пандан вам сейчас скажу. Мне рассказывал мой приятель, который читал лекции в американском университете на факультете словистики. Он читал курс по Михаилу Булгакову. И возникла совершенно конфузная ситуация, когда они стали изучать собачье сердце. Потому что для американского слуха, для американской ментальности Шариков – это положительный герой, который борется за свои права. А профессор Преображенский – это злодей, это буржуй, который нарушил права этой собаки. Потому что он без спроса самовольно превратил этого Шарика в Шарикова. И разубедить их совершенно было… Он не мог найти те инструменты, да, и те аргументы, которыми он мог бы их сдвинуть вот с этого убежица. Но вы знаете, по-моему, это естественно. Вот только сейчас я напомню в одном примере. Но это не в нас… Это разрушает наш культурный код. Вот то, о чем вы говорили. Ну вот смотрите. Это действительно так. Сейчас два слова только. Можно скажу? Я просто сейчас скажу, как преподаватель литературного института, да. Вот. Я веду семинар поэзии. И мне с некоторых пор стало очень трудно, потому что я говорю какую-то метафору, да, или какую-то цитату хрестоматийную. А мои студенты, они не понимают. Например, ой, редкая птица долетит до середины Днепра. Они считают, что это я хочу о событиях на Украине поговорить. Понимаете? То есть у нас… Наконец мы вышли в актуальность. У нас такое непонимание. Мы вышли в другое ток-шоу. Потому что у них все это сформировано из каких-то шлягеров, да, из каких-то песен, я не знаю. Зато стало очень легко давать речевые характеристики. Потому что сразу ты видишь, когда человек начинает говорить, ты видишь, какое у него образование, к какому кругу он принадлежит, да, какого он примерно возраста, какой у него характер. То есть вот такие маркированные есть, появились слова, которые характеризуют уже самого человека. Понял. Ну, к вопросу об американце, кстати, сказать, когда еще в 27-м году, по-моему, снимали фильм с Гретой Гарбо, который назывался «Любовь», это по Анне Карениной. И сделали две версии. Одну для американской публики, и в ней Анна не погибала, а она выходила замуж за Воронского в конце. И это был такой замечательный финал. А другую для европейцев. Делал Голливуд, где все было как у Толстого. То есть она бросалась под пояс там и так далее, и так далее. Но меня смутила одна фраза, и у меня вопрос к Андрею Вадимовичу и к Маргарите, который сказал Алексей Александрович. А вот тут стоп, и тут прекращается возможность диалога. Неужели есть вот такие вот понятия, за которыми возможность диалога прекращается? Вот как вы считаете? Давайте, наверное, попробуем ответить так. Все же мы говорим о том, что культуры во всех отраслях, язык, литература, безусловно, будут происходить смешения, будут происходить наложения. Это не зависит ни от законов, ни от людей, ни от политиков. А другое дело, что есть употребление этой культуры в нашей жизни, каждом из нас. И это связано с этикетом, с моралью, с образом жизни. И, наверное, вот для того, чтобы обеспечить сохранение и культурного кода, и сохранение звучания языка, например, да, наверное, больше внимания нужно уделять именно правилам употребления всего многообразия культурного, которое в современном мире есть, оно, конечно, глобализировано, оно без границ, но выбор за каждым из нас, и, наверное, вот этот выбор, на этот выбор нужно влиять с точки зрения государственной политики, чтобы в том числе не допустить и тех ситуаций, когда диалогу стоп. То есть, наверное, все-таки вот отношение, регулирование внимания к этим вопросам на уровне семьи, на уровне школы, на уровне публичной коммуникации, оно, конечно, наверное, должно быть как бы программа. В связи с этим, ну вот смотрите, Андрей Владимирович, приведу простой разговор. Мы садимся за стол переговоров, простой пример, любой, да, с нашими китайскими партнерами, японскими партнерами, индийскими партнерами. И мы должны понимать, что есть вот коридор, где мы коммуницируем абсолютно, а есть коридор, в котором мы не состояние коммуницировать. Или... И тогда наступают проблемы, потому что разное понимание тех или иных символов, да, тех или иных выражений может привести просто к катастрофическим, с моей точки зрения, последствиям. Насколько это вообще опасно? Ну, вы знаете, я не уверен, что за каким-то столом переговоров мы сможем о чем-то договориться. Все-таки взаимодействие культуры носит гораздо более широкий... Нет, я говорю не о культурах, но мы ведем переговоры по какому-то конкретному поводу, да? Но, разумеется, мне кажется, что, идя на эти переговоры, мы должны понимать и свои сильные стороны, и свои слабости. Что мы должны защищать, с чем мы должны согласиться. Но хочу еще раз сказать, что есть вещи, которые нам не подвластны. Почему, например, вот сейчас попытки в Ирландии восстановить гельский язык, ну, не очень успешны? И почему Ирландия оказалась столь значительной для английской литературы? Наверное, есть какие-то более глубокие культурные коды, которые позволили великим Ирландцам внести свой вклад. Или, вот если говорить о... Ну, великие Ирландцы писали, ну, за редким исключением они писали... Ну, нет, писали на английском языке. Да, но они не только писали, они и создали английскую литературу. Это же от Оскара Уальда до шоу... Нет, это от Филдинга. Ну, Джойс. Ну, и так далее. Но мне кажется, что вот всё-таки, вот я почувствовал сегодня, что мы, ну, как-то очень алармистки подходим к проблемам культуры языка. Вот я не уверен, что это правильная тональность. Потому что, если говорить о России, всё-таки культурная притягательность России по-прежнему очень велика. Это относится и к языку, это относится и к другим вещам, что языком не связано. Поэтому, наверное, вот говоря о культуре, надо думать, где наши сильные стороны. Грубо говоря, где тот продукт, помимо автомата Калашникова, да, матрёшки. Ну, нет, наш продукт, вся литература 19-го века. Ну, 19-й век от нас отходит всё дальше и дальше. Мир, ну вот... Я как раз хотел добавить, да, что дело в том, что сейчас информационное поле настолько широко, что, в принципе, можно оттуда вытащить примеры чего угодно. Например, вот хороший пример «Маша и Медведь», где действительно у меня маленькая дочка, которая только-только вышла из возраста, когда это её основная медиа-диета была. И там действительно изъясняются междометиями, это правда. Но при том, что мультик очаровательный. Да, абсолютно. Но есть параллельно с ней, например, на том же абсолютно возрастном уровне есть смешарики, которые на изумительном совершенно русском языке написаны и исполнены. Это вот тот пример, да. Да, поэтому я бы сказал, что, конечно, в данном случае, наверное, легче всё-таки ответственность за выбор вот медиа-диеты детей всё-таки оставить на родителях скорее, чем на государстве. Ну, по крайней мере, у меня было бы такое предпочтение. А по поводу того, что вот здесь сказано, да, конечно, привлекательный культурный продукт, но вот главная наша проблема, и здесь наша используемая русскоязычная, русская культура сейчас, что в отличие от великой культуры 19 века, великой классической культуры, Россия страшно не уверена в собственной поп-культуре. А зря. Потому что всё там может быть хорошо, если перестать всё время оглядываться на Голливуд за как бы такой легитимизацией того, что мы с вами собираемся делать. Мой любимый пример, что есть две вещи, есть три вещи, которыми Россия точно может гордиться всегда. Это советские спортивные достижения, это балет и это космос. И поразительным образом ни одного фильма про космос не было снято, пока не выстрелила гравитация Куарона, ни одного фильма про балет не решились сделать в течение нескольких лет, пока не вышел «Чёрный лебедь» Рановский. И вот эта череда очень успешных спортивных фильмов, которые сейчас вот последние несколько лет идут, родилась, когда наши деятели культуры посмотрели на фильм «Чудо», про то, как американцы победили в хокке на Олимпиаде в Лейк-Плэссид, и поняли, что можно же сделать то же самое со знаком наоборот. Вот какие ментальные тормоза, какие стоп-механизмы нас останавливают от вот такого прямого общения в поп-культуре с собственным наследием? Вот это очень хороший вопрос. Ну, мне кажется, вот у меня ответ есть очень простой. Нам не надо оглядываться на Голливуд. Я первый согласился. При том, что мы... Понятно, что киноиндустрия — это киноиндустрия, и как в автомобильной индустрии там должно быть всё. В автомобиле должен быть двигатель внутривозгорания, там или электрический двигатель, там должны быть электросистемы, колёса и так дальше. Но всё равно надо перестать оглядываться. Потому что, знаете, я в таких случаях всегда вспоминаю цитату из Маяковского. «Дорогие поэты московские, я советую вас, любя, не делайте под Маяковского, делайте под себя». Вот это единственное, что нужно делать. А вот всё-таки у меня вопрос такой. Анна, а вот что ждут во Франции от русской культуры, по-вашему? Ой, вот это сложный вопрос. Ну, что ждут? Вот Миша говорит, нужно, Михаил говорит, нужно дать предложение. Вот чего ждут французские читатели? Вот какую ли современную книгу вы стали переводить? Ну, кроме манифеста Коммунистической партии. Нет, дело в том, что, и это очень жаль, что французские читатели привыкли к классической литературе. Если она не очень сложная, потому что, ну, Достоевский, это довольно сложно. Хотя он очень нравится французским читателям, но это всё-таки сложно. И не очень понятно. А что касается Гоголя, его не понимают во Франции. Почему я решила попробовать сделать новый перевод «Мёртвых душ», потому что я заметила, что французы, которые не читают по-русски и читали вот эту книгу, они никогда не смеялись. Никогда. Да. Я подумала, что тут всё-таки проблема. Вот. Потому что на каждом шагу вы смеётесь, когда читаете эту книгу. И я поняла потом, потому что у нас до моего перевода было шесть переводов произведения Гоголя. Я поняла, почему потом. Потому что всегда сокращали все дегрессии. А это основное у Гоголя. Гоголь без этих дегрессий – это… Ничего, но всё-таки это не то. А почему сокращали? Потому что ждали, что ничего не происходит. Скучно. 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 Это самое сомломовое. Сегодня, к сожалению, восприятие людей – это классический пример, когда один наш любимый политик, я об этом уже говорил в нашей программе, Владимир Владимирович Шириновский предложил печатать книги очень крупными буквами. Потому что людям… Да. Поэтому никакое депричастное предложение не нужно, потому что… Ну, скучно. У меня вопрос ко всем. Вот что, с вашей точки зрения, вот нужны ли какие-то, во-первых, защитительные механизмы по отношению к русской культуре, или она сама себя защитит? И второе, что мы можем предложить миру? Вот что сегодня, с вашей точки зрения, может быть неким предложением, которое вызовет тот интерес, о котором… О необходимости которого говорим мы все. Маргарита. Ну, по поводу защитить, все же, да, я думаю, что когда мы говорим не о языке, с ним все было и есть, и будет хорошо. Язык – саморегулирующее явление. А вот речь, речь каждого из нас – это то, к чему нужно быть повнимательнее, поосторожнее и более требовательными. И это на уровне семьи, совершенно верно, на уровне школы, содержания, образования, и на уровне государства, если говорить о политиках, о медийных деятелях, о СМИ и так далее. Поэтому, наверное, это вот так. Все же не язык сегодня терпит бедствия, а наша культура, речевое общение, конечно. Андрей Владимирович. Андрей Владимирович. Ну, к сожалению, наше время вышло в эфире. Я всех благодарю и думаю, что мы к этой теме еще, конечно же, вернемся не раз. Ну, вот видите, эксперты, здесь собрались люди разных взглядов, разных представлений о жизни, пришли к выводу, что русская культура самодостаточна. Она способна защитить себя сама. Но я согласен с тем, о чем говорил Андрей Владимирович Катунов, о том, что, тем не менее, она нуждается в государственной поддержке. В государственной поддержке для того, чтобы сохранить свою роль и свое место в мире. Русский язык – один из шести основных языков ООН. Нам бы хотелось, чтобы так было и впредь, потому что это наш язык, язык, который мы любим, и культура, которой мы принадлежим. Вы смотрели программу «Агора». До встречи.